Итак, друзья, вот, к сожалению, у нас пропал сигнал на некоторое время, и мы сейчас возвращаемся к, вернулись к нормальной работе. Нам дали на всякий случай с собой фотоаппарат, который можно уронить на пол, якобы с ним ничего не будет, но при мне его роняли, те, кто дали, ну, я не хочу повторять это, он для экстремальных всяческих условий съемок, он не боится минусовых температур, якобы гарантированно работает, покажи, как он выглядит, Господи, так интересно, при температуре минус 10, Боже. И мне сказали, что 14 метров глубина погружения с ним, возможно. Ну, это бомба. То есть для экстремальных съемок, наверное, это самое то. Конечно, качество, наверное, все-таки гораздо слабее, чем у зеркалки. Ух ты, там что-то светится, интересно очень. Но иногда нужно хоть как-то что-то снять, не обращая особого внимания на качество, потому что это все-таки компактная вещь. Порадовало то, что те, кто мне его передал, сказали, что в случае того, что он, не дай бог, конечно, погибнет, может быть, из-за каких-то столкновений, ну, ничего страшного. Это их помощь журналистам. Мы спускаемся дальше по улице Михайловской. Идем мы к Майдану, непосредственно к Майдану. Мы подойдем туда. И тогда наш волонтер Татьяна изучает уже блестящую штучку под названием фотоаппарат, который мало чего боится. Боже! Когда-то в этом кафе мы отмечали день рождения моего приятеля. Было очень весело. Итак, вечерний Киев. Люди идут к Майдану, вот, попытаемся задать вопрос. Скажите, пожалуйста, это спиль на ТВ. Спиль на ТВ, здорово. Здорово, сейчас я свет включу, подсветочку. Вы можете? Я растеряюсь. Скажите, пожалуйста, куда вы идете? Я иду вот туда, куда все идут. А для чего? На Майдан иду вечером, многие идут прямо на Майдан. А для чего? А для чего? Во-первых, мне там хорошо. Вы понимаете, что это происходит? Да. Если конкретно сейчас, хочу послушать у Харчука. О, прекрасно. Это сейчас будет выступать. Это про сейчас. Сейчас будет выступать. А вообще я иду туда, потому что, когда у меня есть возможность, потому что у меня есть моя позиция. А какая ваша позиция? Осторожно. Камская позиция у меня есть. Ну, если я иду на Майдан, то ее, в общем-то, лишнее объяснять. Ну, знаете, ведь не все присутствуют. Нас смотрят 8 миллионов подписчиков. Да вы что? Да. Я сейчас растеряюсь. Да, ну что вы. Ну, это же вы мне рассказываете. Как вас звать, простите? Меня Надежда. Меня Тимур. Нет. Тимур Ибраимов. Да. А вы Надежда. Я вас знаю. Знаете, когда я вас знаю? Откуда? Нет, ну мне... Мы с вами когда-то защищали библиотеку. Да. В Китом двору. Да, конечно, конечно, конечно. Это святое дело. Вот моя красота. Конечно. Все понятно. Культурное наследие наше все. И мы с вами из цивилизационного, да, из цивилизации. Я вас в сабыше не признала. Да, я лыс. Я в Киеве. Окей. Создавайте мне настроение раньше времени. Как вас звать? Надежда. Надежда. Просто Надежда. Просто Надежда. Окей. Вы киевлян как-то? Да, я киевлян. Просто я несколько раз слышал, что киевлян почти не ходят на Майдан и всякое прочее. Это вы где-то не в тех местах слышали. Ну, мне тоже так кажется, потому что я с 61-го года киевлянень. Люди шли на Майдан. Меня вчера поразило совершенно, потому что вот у меня здесь болтается горнолыжный шлем. Вот он, вот он. А я, кстати, увидела сзади. И когда мы зашли выпить чай из облепихи в кафе, и когда вышли, спустились со второго этажа на первый в этом кафе, а было, наверное, где-то половина четвертого, сидели все с горнолыжными шлемами в руках мужчины, женщины. Мы вышли на улицу, я почувствовал себя, как будто я спустился с горы Бугаловка, в закопанное непосредственно в город. Да-да-да, это было совершенно замечательно. Знаете, ой, господи, горные лыжи, это форево. Я очень люблю тебя. Я тоже. Я тоже. Ну, да. Окей, спасибо большое. Спасибо вам. Мне приятно, кстати. Спасибо, спасибо. Мы пытаемся. Очень интересно ассоциировать с Кильной ТВ с вами. Понятно, кто там. Спасибо. Ну, вообще-то спасибо за то, что вы делали. Спасибо большое. Мы понеслись. Удачи, любви, здоровья. Взаимно. Да. До свидания. У нас, с одной стороны, огромный город Киев, а с другой стороны, он не такой уж и большой, потому что у нас есть общая боль. Она не связана совершенно с властными учреждениями, вернее, с надеждами на власть придержащих, потому что, к сожалению, все последние, ну, 10 лет происходят на взгляд многих представителей гражданского общества изничтожение культурного наследия. Это катастрофа, потому что, как я когда-то говорил, для меня цивилизация – это, прежде всего, преемственность ассоциаций. Если разрушается вот эта преемственность, то такой цивилизации говорить. Да, ладно, идем. Итак, мы подходим к Майдану. Вот впереди, перед нами Майдан, автомобили паркуются. Стоп. Да, как раз прекрасная дистанция. Стоят такси. Прекрасный какой-то цветочек. Что это такое? Это спиль на бачине, спиль на ТВ. Расскажите, пожалуйста, всему миру, что у вас такое прекрасное в головах? Львов. Боже, Боже, Львов. Ира-Дуака. Прекрасный город. Что вы скажете? Скажу, что Украина переможет. Украина встань с колен. Неньку пробудет. Пожалей своих детей. Богови, Богови. Как вас звать? Ира. Спасибо. Ирина Чучма. Спасибо, Ира. Прекрасная попалась по дороге Ира, приветливая и истинный человек. И вот мы приближаемся к Майдану. Осталось 37 метров. Стоят автомобили. Очень многие мои друзья в Киеве, я живу очень долго, ну, относительно, конечно, находятся здесь. Часть из них поддерживает тех, кто пришел на, ну, как его называют, антимайдан. В поддержку существующей власти. Но Очень жаль, что они не могут найти Пока, по крайней мере, какие-то общие Объединяющие идеи. Потому что Народу нужно, на мой взгляд, Находить в себе силы Говорить и признаваться в правде. Спасибо большое За то, что вы нас слушаете Увеличиваете Да, слушаете и смотрите Увеличиваете количество Пользователей нашей информации Вот Вот прямо девушки выскакивают из машины Прекрасно, прекрасно С пильного бачения Какой классный автомобиль Вот видите, это, наверное, Какие-то путешественники Перевезли своих Приятельниц сюда Вот, мои, привет, привет Вот это Майдан Кто еще не видел Майдан Вот мы сейчас на Майдане Ходят люди Улыбаются Машут рукой Вот это, по-видимому, охрана Да, написано охрана Спильного бачения А давайте заглянем в кочел Посмотрим, чем там кормят Кормят Участников Майдана Так, давайте заглянем в кочел И покажем человечеству Чем кормят на Майдане Что там у нас есть? О, харчо, харчо варят О, харчо, это прекрасно О, харчо минут через 40 будет готов Приходи, дорогой Красота какая Привет Слава Украине! Героям слава! Это Майдан Друзья готовят на Цуб Харчо Прекрасно Настоящий Через час приходите Покушайте Цуб Харчо Это спильное бачение Скажи что-нибудь для человечества А что сказать Готуем Сегодня уже сготували 600 литров горячей ежи И еще будет Минимум 200 литров Это десь на 2,5 тысяч человек Скажи, пожалуйста Для того, чтобы люди почували себя хорошо, добре И чтобы мы все шли до перемога Скажи, пожалуйста А за счет чьих средств это все происходит? Ну, частично за счет моих Частично люди приносят продукты Мы деньги не берем Но берем продуктами Одноразовой посудой Продуктами Ну, то есть Все, все, все суспильное Представься Допомогаемо одне одному Представься Костянтин Климошенко Голова громадского объединения Киевский культурный трибунал Так Дякую У нас в Киеве Был знаменитый магазин Сяева И будет Сьогодні сняли Попова Який після Черновецкого Крав Янукович сегодня Подписал два указа Один про снятие Севковича А другой про снятие Попова Тому Попова уже нема Ох ты, я не знаю Больше того Проти нього Відкрите криминальное проваджение Вони Винуватили в нього В тому, що він винен Побиті студентів Ни Клюєв Ни Захарченко А Попов, Севкович Коряк І його заступник Ну, мелкие сошки Але Киянам дуже радісно Бо гауляйтера нема Ну, може іншого поставлять Але Ну Зараз Колода буде Магазина Та, билися Захарченко У меня ноги заживали Месяця полтора Які з прутами прийшли И ребята Будут продолжать Вести прямой репортаж Из сердца Киева Надеюсь, они тоже Смогут проникнуть На смежную территорию И Поговорить с людьми Которые придерживаются Противоположного По сравнению с этими Участниками Майдана Мнение Хотя Поговорить с людьми И за Виной А Киналисты Их снимают Криэдерс Вот, вот, вот Видите Слава Украине Слава Героям Слава Героям Слава Героям Слава Героям Вот, мы с вами Подходим к сцене Где сейчас будет Где сейчас будут выступать Говорят, что Океан Эльзы Знаменитая украинская Музыкальная группа Что это такое Я увидел Какой-то То ли памятник То ли манекен Манекен Музыкальная группа А вы откуда Простите Киева О Я из Киева Это спиль на бачення Спиль на ТВ Это онлайн-трансляция Нас смотрят 8 миллионов подписчиков Музыкальная группа И застиваемо И с ручками Данцуемо разом Здесь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок